Ох, эти будни пирата. Я целую ночь думал план действий как можно в короткие сроки получить как можно больше золота и знаете, я придумал. Проснулся всё на том же порте Мерика. Видимо это то место, где приходят светлые мысли. Направился к ордену ДУ, чтобы взять эмиссарство и отправиться в путешествие. Этот флаг даст мне бонус за сокровища, а также повысит ещё больше репутацию торговой компании. Потоки свежего утреннего ветра несли меня к кораблю, который ожидал капитана у пирса. Для начала выбрал задание на пепельного лорда. Ведь там око души и пепельный череп. Эти сокровища очень дорогие, ну а далее я расскажу свой план действий. На пепельном главное орудие становится по последним обновлениям метательный нож. У него огромный урон и мировой ивент можно пройти за пару минут. При этом игнорируя скелетов и работая только с боссом. Вот так началось моё приключение. Подняв якорь, расправив паруса, отправился под воду на задание. Как всплыл, скрутил пару, чтобы корабль не врезался в остров. Поплыл в эпицентр сражения, быстро расправился со всеми врагами, получив заветный хереб. Мне никто не мешал, а горизонт был чист. Его, кстати, очень важно смотреть, немного позже узнаете почему. Разложил сокровища на острове и побежал на корабль, чтобы подплыть ближе. С парусами нужно действовать аккуратно, инерция корабля может воткнуть судно в берег. Загорбонив всё, поплыл на следующее задание. Это лагерь скелетов. И таких лагерей шесть в море воров. Там уже пригодится сабля для сражения со скелетами. Поджигаем фонари и спускаемся в самый низ. Нам нужно разгадать загадку с созвездиями, которые нужно совместить через луч. Продолжение следует... Пока занимался своими делами, успел истемнеть. Отправился всё продавать. Эмиссарство не успело вырасти и получу я не особо много. Надо было ещё повторить то же самое. Когда всё продал, поставил вновь пепельного лорда. Сплыл на том же острове, что и тогда. Вокруг меня шторм, было как-то жутко тут находиться одному. Разобрался с боссом и погрузил сокровища. Дальше надо было плыть на лагерь скелетов, чем я и занялся. Но когда прибыл туда, увидел на горизонте корабль, который устремился ко мне. Это были златодержцы, и явно хотели ограбить меня. Я немного выждал момент, чтобы те подплыли ближе. Я не знаю, что у них на корабле, но это мне очень не нравилось. Так как мои будни только начались, но выхода нет. Придётся дать бой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...